Всем привет, это Live Gaming Cruise, и мы сейчас с тобой посмотрим грейминг и автоматизейшн. Начнем, наверное, с основ греймократии, игровой интервейс и некоторые игровые ресурсы посмотрим с тобой. Заодно разберемся, как здесь играть. Тату-рел такой. Приветствую, добро пожаловать в город Механизмы. Все такое, для удобства весь обучение будет очень просто. Отличие со сны, что вам не придется ничего делать. Разве что, получать парочку советов. Каждый игрок представлен аватаром и фишкой. На аватаре игрока, который сейчас ходит, крутится шестеренка, его фишка прыгает. А, вот она шестеренка, значит, ну воришь ходит, я вот такой красавчик. Так, отлично, самый верхний. Мой аватар всегда самый верхний. С портретом игрока уводится запас его ресурсов. Вот они мои денежки, 200 бабосиков. Рядом с деньгами самого богатого игрока выходит значок богача. Рядом самого бедного значок нищего. Очки и ресурс необходимы для победы. В конце матча побеждает лидер по очкам. Сейчас лидер у нас норишь. Данным лидирует. Остальные ресурсы я опишу в других уроках. Не то, чтобы я сомневался, но тут поздравляю, босс. Ну, успешно преодолели первый урок. Ха-ха, красавчик. Учимся ходить. Ну, давай, поучимся ходить с тобой. Будем учиться ходить. Так, отлично. У нас, прежде всего, необходимо ждать внимание на то, что движение в городе механизме одностороннее. Видите эти стерелки? Против них ходить нельзя. Блин, прикольно. А, для движения нужно потратить одну из ваших карт. Не волнуйтесь, как только вы потратите одну карту, вы тут же получите на место новую. Идите, значки в каждой карте указывают, на сколько клеток вы можете переместиться. Ага, прикольно. На три, на две, на две, на три, на пять. Давайте попробуем проходить. Для этого нажмите на карту кукла. Сейчас такая клетка всего одна. Нажав на нее, вы останетесь на путь. Используйте. Так, все, я прошел вот сюда, заработал денежки. Отлично. Я знал, что вы справитесь. Так, наведите курсор на любую клетку игрового поля, увидите подсказку, что на этой клетке происходит. Заплатите или бросьте кубик арест. Неприятности. Понятно. Так, в начале ваша хода все клетки, на которые вы можете поспать с помощью какой-либо карты подсвечены. Ага, вот они, подсвечены. Все ясно. А это же тоже что-то означает, какие ресурсы до данной карты еще сыграть. Понятно, если мы играем, то она дает нам ресурсы. Давайте попробуем проходить еще раз и добраться до сюда. Джек. Да, плетки кардарма. Видите, босс, ничего сложного. Можно предпринимать, что по дороге у вас отнили часть денег. Причем, то, что через клетку взятки. Так, на игровом поле есть три типа клеток, которые срабатывают, даже если вы просто прошли через них. Так, доход, взятка и неприятность. Понятно. Вы платите взятку. Теперь давайте разберемся с клеткой жандарма. Обычно жандармы любят устраивать проверки. Можно избежать, заплатив служителя закона взятку. Я бы рекомендовал вам выбрать второй вариант. Обучать у вас неприятно. Ну, да, дадим взятку. С доблестной защитникой справедливой закону проблем не возникло, босс. Лавно. Прямо по курсу еще одна клетка. Предлагаю к ней остановиться и получить двойной доход. А как? Особенностью актуально, потому что опять придется проходить через сетку взятки. Так, паука. К счастью, у нас есть карта паука, чтобы не давать взятки. Не так уж плохо. До банка ровно две клетки. Карта с запасом входа на две. Так. Но это все не значит, что банк вам не попасть. Банк это особая клетка, которую принято называть локацией. Всего локаций на поле 11. Каждая из них уникальна. Так, это, наверное, тюрьма. Это ад. Спросите все карты. Это у нас базар. Тут можно прикупиться. Казино поиграть. Суд. Конфиксировать карту. Сокровище. Это что у нас? Астрал. Банк. Понятно. Так. Запас хода. А куда нам надо? В принципе, до банка может добраться любой из карт. Но я хочу вам кое-что показать. Видите эту новую карту, что пришла вам? Бомба бегунка. Тут с дурацким башмаком, который находится почему-то, называется мулетом. Она позволяет проходить на три клетки. Рядом стройка находит странный значок. Этот значок обозначает, что у карты есть особое свойство, которое срабатывает, если использовать эту карту для перемещения. Найдите на курсор. Используете карту, вы получите 20. Так, на сколько клеток позволяет переместиться? Ну, отлично, я посмотрел. Итак, волшебный башмак даст нам что-то. Так, вкладывайте или не вкладывайте? Увеличь, увеличь, конечно. У меня хорошие новости, босс. Ваше обучение практически завершено. Показуха. Используя карту для перемещения, бросайте по и проверить, сколько выпало. Отлично, покажем всем показуха. Используйте показуху. Да-да. На два можем. Так, получилось гулять по механизму. Отлично, третий урок у нас. То, готовьтесь к новому уроку. Так, сегодня мы будем учиться играть карты. Карты с использованием для перемещения по полю. Первое слово. Любую карту можно сыграть только тогда, когда вы пришли в соответствующую клешечку поля. Волосатая лапа. Особый приказ. Рэкет. Клад. Возможно, вопрос, зачем играть карты, вполне резонный вопрос. Ответ на довольно просто. Именно грамотно разыгрывая свои карты, вы сумеете победить оппонентов. Отлично. Давайте пройдем от теории к практике и попробуем что-нибудь сыграть. Так. Ну, пойдем, сыгрнем. Можно сыграть карты. Джекпот. Отлично. Чувствуете, как деньги побежали в кармане в казино? Да, поставим. Сколько у нас? Вы проигрываете казино. Теперь давайте посмотрим... Пришли вместо потратения. Но разберемся в трем условиям. За игру не шли карт. Нужно плантить ресурсы. Вам вполне по карману. Секретная разработка за 600. Я хочу секретную разработку. Так, отлично. Так, так я хочу... В общем, такой план. Отправляемся на завод, сыграть там артефакт. А за один ход завода вам не добежать. Поэтому давайте спланируем маршрут так, чтобы не растерять по дороге. Все нажито не по сильным трудам. Волосатая лапа. Посыграть на клетке в зятке, что довольно удобно. Так, избежав волосатая лапа. Отлично. Волосатая лапа. Что происходит? Неприятность. Отлично. Пора осмотреться. Идти через центр. Центральная. С черепом. Особый заказ. Ну, давай не пойдем через череп. Давай через особый заказ. Отлично. Артефакт у нас появился теперь, да? Ладно, перелетим. Вечный двигатель. Пошли на завод. Так, теперь мы сможем сыграть артефакт. Что нам? Пять бонусов. Пятьдесят заработанных. Да, вот тебе все, спасибо. Спасибо, урок кончен. Практическое занятие. Так, добро пожаловать в город Механизм. Отлично. С искусственными идиотами сейчас собираем. И понять принцип, куда пойти. Все клетки, на которые может вас подсвечены. Как ходить? Нажать на кнопку. Так, отлично. Что у меня здесь есть? Джекпот. Так, а мы можем пойти на джекпот. Я тут, в принципе, туда и пойду, наверное. Астральный лифт. А я в тюрьму не хочу. Я хочу на джекпот. Так, это аж на пять у меня пойдет. А, я вот здесь. Ну все, я через кукулу воду пойду. Ну, воришь ходят. Побежали куда-то, пацаны мои. Так, он что-то тут наделал у меня. Ух, какой плохой чел. А может вот сюда тогда сгоняем? У меня есть артефакт, я может успею дойти. Так, через вот эту вот хрень, через жандарма. Как мне сюда зайти? А у меня ни на что не хватает денег. Так что мы пойдем вначале на джекпот. А пойдем мы через вот этого кладоискателя. Опасность. Один с вами произойдет неприятность, если строковка не куплена. Жандарм. Один нарез губернатор не платит, а бросает кубики. Ладно, пойдем в жандарму. Какое? Чистосердечное признание у меня появилось. Так, закрытие, расположены аватары. Так, а чувак заработал очки, да? Теперь я наконец-то хожу. А мне нужно вот сюда прийти. А я никогда сюда не дойду, да? А нет, я дойду до сюда. Вот такую хочу карту. Да, бросай кубик. Четыре. Я выиграл у бабосиков. Так, четыреста девяносто пять. Что у меня можно сыграть? Ну, Ореш опять ходит. Так, что за распродажа? Это в маркет? Базар. Я вот хочу сюда попасть. Нет, я вот сюда хочу. Суд? Кляуза. Давай кляузу напишем в натуре. Мы же можем написать кляузу. Так. Кто теперь ходит? Я. А выберите на кого. Вот на вот этого хочу. Кляузу найти она, катал, гад. Так. Так, а здесь у меня есть что-нибудь? Фуууу. Фууу. ценный приз а я хочу ценный приз так а как мир и сюда добраться либо мы пройдемся здесь у меня нет здесь у меня нет артефакт у меня зато есть ладно побежали туда через неприятности через все это шантаж минус 80 да и пофигу и взятку еще надавали ой как все плохо ну да ладно попробуем ты там долго еще будешь ходить ходит что-то я хочу артефакт использовать так распродажа а у меня не хватает бабосиков он блин плоховатенько куда он улетел продал артефакт что ли о мне его босса вдали так я и я хожу нет нет не не хочешь чтобы я что-либо использовал я хочу нет не даст так ну ладно 50 отлично давай следующий раз посмотрим дальше